Для Екатерины Соколовой Пасха важный праздник. В детстве её семья всегда готовилась к торжеству заранее. Родители накрывали большой стол и собирали гостей. Обязательным атрибутом был кулич. К сладкой выпечке девушка питает слабость до сих пор, но предпочитает свой собственный рецепт. Смесь уникальных традиций и современной моды. Дрожжевое слоёное тесто, но выглядит оно в виде кулича. Из домашних своих продуктов это домашние яйца, натуральное масло. Тесто нужно чувствовать, оно должно быть воздушное. Я туда вкладываю душу. Когда его готовишь, нужно иметь хорошее настроение, светлые помыслы, и тогда всё получится. Еще одна хорошая традиция, без которой невозможно представить Пасху – покраска яиц. Классический вариант – красный, не единственный. Можно воспользоваться красителем из магазина или необычным лайфхаком из интернета. Купить наклейки, разрисовать вручную. Главное правило, чтобы процесс доставил удовольствие и порадовал глаз. Не обязательно красить все яйца. Используйте разные техники, чтобы каждое было уникальным. Можно купить вот такие мешочки или связать самому. Это не только красиво, но и экологично. В следующем году они еще пригодятся. Если готовить времени нет, то за сладкой булочкой можно обратиться в городские пекарни. В продаже свежие классические куличи с цукатами и изюмом. Сверху их украшают глазурью, безе и шоколадными ушками. Цена – 17 рублей. Готовки здесь подходят с душой и размахом, чтобы хватило на всех. Но оформить заказ все же стоит заранее. Куличи мы выпекаем за день до доставки. Дальше по заявкам куличи доставляем именно к покупателю. Делаем по домашнему рецепту. Уже третий год мы выпекаем свои куличи, принимаем на них заявки, очень хорошие отзывы по ним. О декоре на праздник позаботился и колледж Ларина. Руками учащихся и мастеров созданы подставки, корзинки, упаковки, украшения для яиц и куличей. Все из дерева и глины. Такие сувениры могут стать не только эффектным дополнением к столу, но и прекрасным подарком. Покупателей тут удивляют каждый год. Диапазон начинается от 2 рублей и до 40 рублей. Это уже большие корзинки для яиц, которым можно уложить достаточное количество продукции. В зависимости от размера изделия, от его, так скажем, начинки, компоновки и сложности изготовления и росписи. Богослужения начнутся уже в субботу. В Никольском кафедральном соборе осветить куличи можно будет с 12 до 20 часов. В воскресенье в полночь здесь пройдет божественная литургия. Ждать в эти дни прихожан будут еще 11 храмов города. Подробное расписание на сайте Бобруйской епархии. Нужно максимально обратить свой духовный взор на свое внутреннее состояние, чтобы душа наша была максимально очищена. Кто еще в этот Великий пост не успел поисповедоваться и причаститься, пожалуйста, приготовьтесь и принять тело Христова в себя в день Великой Святой Пасхи. Прийти на службу, обязательно помолиться, поблагодарить Бога о всех его милостях, о всех его щедротах, о всех его заботах, которые он у нас проявляет. И уже после этого можно о чем-то попросить Бога. В этот день верующие вспоминают тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения, молитву в Гевсиманском саду, а также предательство Иуды. В народе Великий Четверг называют чистым. Принято тщательно убирать свои жилища, печь куличи и красить яйца.